В календаре много памятных дат, и одна из них – окончание битвы за Москву. Завершилась она в апреле 1942 года, но коренной перелом наступил 5 декабря 1941 года, когда советские войска перешли в контрнаступление и отбросили фашистов от столицы, положив начало длительного пути к победе над фашистской Германией. 5 декабря – день начала советского контрнаступления под Москвой является одним из дней воинской славы России. Чтобы нынешнее поколение знало историю своей страны и помнило ее, в Доме молодежи был организован и проведен третий этап муниципальной викторины «Поклонимся великим тем годам», посвященной битве за Москву. В интеллектуальном состязании приняли участие учащиеся славянские школы техникумов. Ребятам задавали вопросы, на которые их команды должны были не только быстрее всех ответить, но и, конечно же, правильнее. В каком году Москве было присвоено звание «Город-герой»? В 1945 году, в 1965 и уже в 1975 году. В ходе викторины ребята не только проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны, но и узнали много нового для себя. В том числе узнали о значимости битвы за Москву для истории России и всего мира, о том, какие жертвы были принесены во имя защиты своей Родины. В ходе викторины они также познакомились с различными музыкальными произведениями и кинолентами о событиях того времени. Посетили музей Дома молодежи, где смогли увидеть артефакты, найденные на территории Кубани, в том числе и в Славянском районе. Представитель поискового отряда «Кубанский рубеж» Богдан Фуфалько рассказал о наиболее интересных находках времен Великой Отечественной войны, в каких условиях приходилось воевать нашим солдатам, об их быте и оказании медицинской помощи на поле боя. Увиденное в музее помогло ребятам лучше понять то время, заставило задуматься о цене победы и силе воли и мужестве советского солдата. После окончания викторины были подведены итоги интеллектуального состязания. Больше всего правильных ответов дала команда «Победа» сельскохозяйственного техникума. На втором месте – юные патриоты 17-й школы, а на третьем – наследники победы Славянского электротехнологического техникума. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, были отмечены грамотами и медалями.